Эту площадку на улице Папанина открыли в конце декабря, но ее уже успели облюбовать местные вандалы, расписавшие практически все игровое оборудование. Депутаты местного совета вместе с оценкой качества проведенного ремонта решали, как привести все в порядок. Это карандаш, который можно вполне себе убрать. Обычная мойка получила, а вот это уже краска. А нет, тоже вполне себе. Но это уйдет, это обычный маркер, а вот что касается напыления, надо убирать его. Ну на самом деле краска, рисунок это самая маленькая избирка. Сотрудники комбината по благоустройству совместно с депутатами городского округа провели рейд по оценке качества проведенных работ по реконструкции детских игровых зон. Следующие осмотрели площадку на улице Микояна. Знаете, очень нравится. Здесь хотя бы более-менее эта площадка сделана для таких малышей, как наши. Вот сверху все защищено, они хотя бы сюда залезают, но здесь все вот так защищено, потому что мы ходим на другие, вот эти все боковушки открыты и очень для наших маленьких опасно. А это двор на Ленинградской улице. Его окружает большой жилой комплекс. Поэтому площадку построили такую, чтобы места хватило всем. Депутат Александр Якушин лично проверил оборудование на прочность. Если дети на меня не обидятся, если я сам попробую на нее подняться. Реконструкция площадок была осуществлена по просьбе жителей. Именно они решали, какими будут дворы. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и депутатов при домовой территории были включены в программу губернатора Подмосковья «Мой двор». Все замечания, которые были высказаны, мы обратим внимание и управляющие компании, и комбинат по богоустройству, что могут они устранять. В 2021 году по программе «Мой двор» отремонтировали 21 площадку. В 2022 году в плане на реконструкцию 51 детская и спортивная игровые зоны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова